Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Если вам нравится такая рубрика, любите истории, слушайте, ставьте обязательно лайки, пишите комментарии, даже если у вас нечего написать по теме, вы можете написать комментарий в поддержку канала, мне будет очень приятно. Сейчас будет очень длинное письмо, буду его зачитывать вам, постараюсь где-то, может быть, сокращать, но в любом случае давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Уже год смотрю ваш канал, очень нравится, как вы разбираете разные ситуации. Очень много полезной информации получила из ваших видео, много выводов уже сделала. Спасибо большое! Так получилось, что я тоже имею опыт общения с турецким мужчиной, поэтому вы можете мне помочь и ваши разборы мне близки. Уже давно хотела вам написать, но все никак не решалось. Хочу рассказать свою историю, так как я в ней окончательно запуталась. Итак, последние пять лет каждый год я езжу на отдых в Турцию. Очень нравится эта страна. Климат, богатство истории, последнее время даже появилось желание переехать туда пожить, но пока всего лишь это такие планы. Мне 37 лет, я не замужем и замужем не была, детей тоже нет, серьезных отношений было только одни и вообще по жизни мне в этом вопросе не очень-то и везет. Как-то не складывается у меня с мужчинами. А в последнее время совсем нет даже в окружении кого-то, кто бы привлекал мое внимание. До момента знакомства с турецким молодым человеком я была уже 4 года без отношений. Я из них выходила долго и не хотелось даже искать кого-то. Не хотелось у меня пока никаких отношений. Мне было очень комфортно. Вполне одно, но с другой стороны я понимаю, что часики-то тикают, и, конечно, мысли об обретении любимого человека, создании семьи, они у меня проскальзывают. Также у меня есть некое давление со стороны родственников, мол, пора бы уже пора. К слову, я росла в полной семье, родители меня очень любили, опекали, отца не стало в 15 лет назад, сейчас я живу с мамой. Родители у меня оба по характеру властные. Отцу часто я боялась слову против сказать. С мамой были всегда хорошие отношения до смерти папы. После у нас начались конфликты. Какое-то недопонимание между нами. У меня есть самооценка и проблема. Есть лишний вес, и всю жизнь я им страдаю. Знаю, что я на любителя, но осознаю, что это не главное в отношениях. Было более понятно и ясно картина. Знаю, что в психологии это важно. Молодец, что отметили. Здесь я немножко скажу. Вам, наверное, нужен мужчина, который на вас будет властным, аля, назовем в кавычках, напрямую, как папа, который вас возьмет, скажет, ты моя, мы женимся, вот это я за нас все решаю, вот такое вам надо. К сожалению, смотрите, у вас с мамой конфликты, папа умер 15 лет назад, с мамой продолжаем жить. Вы продолжаете терпеть, равно понижать свою самооценку, потому что вас критикуют, у вас конфликты, вы ругаетесь, вас оскорбляют, скорее всего, это разрушает вашу самооценку, привязывает к себе мама. Так что, пожалуйста, первый путь к счастью, я еще письмо до конца не дочитала. Вам категорически нужно расставаться с мамой, заканчивать. Мама самостоятельная, позвольте ей повзрослеть, стать самостоятельной женщиной. У нее миллион причин болезней, я уверена и всего прочего, чтобы вы были рядом. Но, блин, извините, автор, вы проживаете не свою жизнь, а обслуживаете свою маму. Конфликты и все прочее, они были с папой раньше. Папа не стал, она использует вас. Отдаляйтесь, пожалуйста, вы не обязаны, вы уже выросли. И вообще, на самом деле, вы еще лет там 19-18 назад должны были с родительской семьей расставаться. У вас не хватает смелости, скорее всего, на это. В сентябре 2021 года я поехала отдыхать с подругой в Аланию. Все было хорошо. Мы весело проводили время. На второй или третий день как-то невзначай я бросила внимание на одного из сотрудников отеля. Из всех он был самый приятный, привлекательный. При том, что он полная противоположность меня. Он маленький, щупленький, очень активный в работе. Ничего такого не думая, я просто наслаждалась дальше отдыхом. О нем я вообще не думала. Он работал барменом в отеле. И вдруг за пару дней до моего отъезда он решил сам со мной познакомиться. Внезапно угостив нас с подругой напитком и оставив мне под бокал записочку с номером телефона ватсап. Два дня до отъезда. Девочки, вы год слушаете мой канал. Автор буквально парочку видео назад. Я об этом говорила. Два-три дня до отъезда. Он четко знает. Он может посмотреть на ресепшене, когда кто выезжает, заезжает. Он выжидал. Это было спланировано. Это была надежда на легкий секс. Легкое какое-то общение. Без обеспечения. Ничего серьезного. Вот это знакомство за два-три дня. Две недели не подходило. Два-три дня остались. Вот он я. Здрасте, на блюде. Для того, чтобы вас, это ближе вас спровоцировать на какую-то связь, добиться своего. Это вам сразу показатель ничего интересного. Just for fun, короче говоря. От неожиданности мы решили уйти в номер, дабы подумать, что же делать дальше. И не привлекать особого внимания. Долго думая, я решила ради прикола написать и узнать, что собственно надо. Ну давайте не будем оправдывать приколы. Мне было приятно внимание. Я решила пойти на катак. Чего здесь такого? Так мы и познакомились. Стали общаться. Он написал, что ему очень понравилось. Он бы хотел со мной познакомиться и встретиться. Позвал на свидание. Сказал, что будет ждать меня после смены около отеля. И попросил с ним прогуляться. На что я отказалась, так как с малознакомыми мужчинами гулять почти ночью считается небезопасным. Молодец, правильно. Как он не настаивал, я отказалась. Просил выйти, ну хоть на часик, полчасика, 15 минут, признаюсь. Тут сразу почти в ход пошли без зазрения совести. Предложение, что может быть мы просто погуляем, что-нибудь поделаем. Намекая на близость, точка. Тут я совсем вышла из себя. Сказала, что он мне на ту нарвался. Раз вот так, раз тебе это нужно, то вообще разговаривать нам с тобой не о чем. Он стал извиняться. Мол, нет, ты не то имел в виду. Ну ладно, если не хочешь, то окей. Ну сразу классика жанра. На следующее утро он продолжил писать, звать, погулять. Мне нужно было уже собирать чемоданы, в этот день я снова отказалась. Он даже сделал вид, что обиделся на меня. Я даже 15 минут, видите ли, не захотела ему уделить внимания. Вот эту обиженку включать, ты виновата. Как таковых ухаживаний у нас не было, только в ужин он забронировал наш любимый столик в ресторане, отеле. Конечно, сам нас обслуживал, подносил напитки и так далее. На следующий день мы увиделись в баре, получилось как бы прощание. Он спросил, во сколько я уезжаю, приеду ли я еще в этот отель, можно ли будет мне писать, когда я уеду. Я ответила, можно, ведь мне, как я думала, тогда ничего уже не угрожает, пусть пишет. Никаких тактильных контактов у нас тогда не случилось, обниманий и поцелований тоже не было. Да и кстати, на прощание, когда я уже была во дворе в аэропорт, он мне написал, что влюблен, что будет скучать. Я только рассмеялась. Классика, классические зацепки. Приехав домой, вдруг ощутила я тоску по этому человеку, по вниманию, который мне оказывал. Даже не заметила, как проснулся интерес к нему. Он стал писать, звонить по видео, связи каждый день общались на английском, я его более-менее знаю. Оказалось, что он младше меня на 8 лет, рассказывала про свою семью. Он тоже не так давно потерял своего отца и очень переживал утрату. Не называл меня по имени только Ашкин и Бетаным, любимая и единственная. Не называл по имени, могу предположить, что боялся ошибиться с именем. Я тоже стала его так называть. Звонил в основном по ночам, так как работал до 10 вечера. Конечно, чувства так и разрывались во мне. Так продолжалось месяц. Сезон закончился, и вскоре он собирался ехать домой. И тут мы поругались буквально в его последний рабочий день. Последние несколько дней он стал намекать мне на то, что типа что-то виртуального секса. Я раз сказала нет, два сказала, и на третий резко сказала нет. Он принял это и замолчал. Повесил трубку и не стал со мной разговаривать. Я вывернула ситуацию, что еще не время он включил обиженного ребенка, посылал мне разбитые сердечки. Мол, раз я этого не хочу, значит он мне не нравится. Я тоже включила игнор. К слову, на протяжении этого месяца я вообще ни разу не писала. Ему сама первая всегда ждала его инициативу. Здесь я тоже заняла выжидательную позицию. Прошел день, два-три, ничего. Меня стало бесить, потом я негодовала, стала скучать, так же как и раньше. Из-за какой-то фигни что-то вот так со мной разве можно, так я думала. Я не удержалась и написала ему сама, что я его понимаю, ну и чтобы он меня мог понять. И решила, что дам ему надежду, на что соглашусь в пределах разумного. Он мне ответил и как-то незаметно так развел меня на интимный разговор. После этого он пропал, выходил в сеть во всех соцсетях, где мы уже на тот момент добавились. Но мне писать перестал. От обиды я приняла решение, что больше не поведусь на это. И сама первая выходить на связь не стану. Переживала я очень тяжело. Скажу так, я никогда до этого не мучилась, не страдала. У меня началась прям ломка. Со слезами в подушку, как маленькая девочка. Было очень обидно, что меня использовали и вот так вычеркнули. Это была типичная манипуляция с его стороны. Он хотел получить то, что он хочет. Извините, конечно, но это прослеживается сразу. Вы про искреннюю любовь. Вы в душе еще та девочка, которая не отделилась от своих родителей, не может съехать от мамы. Аля там первая яркая влюбленность. Ну там 16-15 лет. Здесь все очень просто. По-взрослому история-то не закончилась. Прошло месяц-полтора-два. И вдруг он стал предпринимать попытки выйти со мной в контакт. То сбрасывал звонки, то какие-то односложные сообщения. Я очень была холодная и бежена. Написала ему, что надо. Просил прощения, что не входил на связь. Сказал, что он лежал в больнице, заболел ковидом. Поэтому вот так он мне не писал. Но кто в это поверит? Ведь я знала, что он был в сети, что выходил и значит не писал только мне. Я дала понять, что я ни во что не верю. Он недели-две протаптывал дорожку. Писал, спрашивал, как я отвечала. Я ему односложно. Вне туристического сезона зимой он работает дальнобойщиком. Часто переезжает в своих рейсах. Об этом он мне рассказывал еще в начале нашего общения. Так и было. Потихоньку наше общение стало более-менее частым. Я стала оттаивать. Но сказала, что это первый и последний раз. Если он еще раз исчезнет, то исчезнет навсегда и прощения не будет. Общались мы немногословно. На разговор его вывести какой-то сложно было. Он редко меня спрашивал, о чем-то интересовался мной. Только в плане, как дела или что-то о его работе говорил. Потом было 14 февраля. И после него как будто что-то поменялось. Он вдруг стал каждый день мне опять писать. Часто созванивались, почти не ссорились. Генерно он расстался со своей девушкой. Которая у него была тоже где-то по интернету. Или в реальной жизни. И у него освободилось времячика. Он очень эмоционально, вспыльчиво реагировал. Особенно если я выказывала ему в чем-то свое недоверение. Ну игра началась вот эта. Я на самом деле провоцировала его на эмоции. Если у него есть ко мне эмоции, значит равно я ему не безразлична. Равно он меня любит. И я поняла, что опять его все это ввязло. Он стал говорить о встрече, о его планах на лето. О том, где он собирается работать. Спрашивал, собираюсь ли я в отпуск. Даже о женитьбе, что-то меликом проскальзывало. А по приезду ко мне и речи, конечно, не было. Я ему на это намекала. Он всегда говорил, что у него нет паспорта. Ну да, паспорт же можно сделать. Но лучше, если я приеду. Ну зачем деньги тратить ехать? Ну вы приедете, у вас они есть. Еще и паспорт делать, деньги тоже. Все эти месяцы я мучилась с сомнениями. Мне все время казалось, что он не врет. Хотя вроде общались нормально. Но в памяти была жива та боль, когда он исчез на два месяца. Но я решила уже не поднимать эту тему. Закрыла глаза, потому что понимала, что правду и не добьюсь. Мы только ссорились, если я поднимала эту тему. Он говорил, что ты до сих пор мне не веришь, не доверяешь. Что возвысилось этот вопрос, возвысило этот вопрос до самых гор. Я решила отпустить эту историю. Что было, то было. Конечно, сама-то так же думала об этом отпуске. Да и мне хотелось все-таки разобраться в своих чувствах. Хотела встретиться, расставить точки над «и». Стало известно, в каком отеле он будет работать. Это было в поселке под Аланей. Я поняла, что его отель очень дорог для меня. Мы вновь собирались с подругой в отпуск. Я весь год ему намекала, спрашивала напрямую, будет ли он помогать мне финансово для того, чтобы я приехала. С чего это? Он даже себе паспорт не хочет оформить, деньги подать, чтобы он вам что-то оплачивал. Сначала он говорил, да, возможно, а потом сказал, что денег нет на расходы здесь и все расходы внутри в Турции он берет на себя. Мне это, конечно, удручало сильно, но я подумала, ну что, если произойдет не так, чтобы... Я подумала, что если что-то пойдет не так, и чтобы не быть обязаны ему, уж лучше я поеду за свой счет. Вы сначала об этом спросили, получили, по сути, отказ и решили этот отказ ему оправдать. Ну да, 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 может быть, что-то не так, пожалуй, не буду должна. А что бы вы об этом раньше, если бы такими категориями сразу рассуждали, вы бы его не говорили, помоги мне, например, будешь ты что-то оплачивать или нет. Соответственно, вы это сделали для того, чтобы себе эту ситуацию его отказа или сбегания сгладить, а на самом деле его обелить. Мы придумали вариант поехать в другой отель недалеко от его. Выбрали, поехали, наступил день Х, мы встретились, все было хорошо, эмоциям не было предела. Сходили поужинать в кафе, он стал говорить о своих планах, что соскучился по мне, что хочет семью, что хочет приехать в Россию. И может даже переехать, чтобы быть со мной, сказал, что рассказал своей маме обо мне, что она хочет со мной познакомиться. После мы пошли в сторону отеля, и, конечно, страсть охватила нас. Он заблаговременно нашел и снял комнату, заблаговременно узнал, что вас охватит страсть. А страсть вас охватила, когда вы послушали о том, что мама будет знакомиться, что все нормально, и свадьбу он хочет. Я не знаю, что это было за апартаменты такие, но это был трэш. Это было похоже на какую-то лачугу, какой-то дом, типа частного. И там сдавались комнаты с каменными стенами, старой мебелью. Оставаться там было не самое приятное занятие. Но тогда мне было все равно, я чувствовала к нему тягость, меня захлестнули эмоции, я неудобства почти не замечала. Как мне показалось, он снял самые дешевые апартаменты в этом месте. Да, и так и сказал мне, что все остальное здесь намного дороже, а подешевле намного далеко отсюда. Один был плюс, что находится все это рядом прямо с нашим отелем. Я понимаю, что он зарабатывает копейки. Может и правда для него это все дорого. Но видимо посчитал, что именно на это рассчитывать я могу. Именно этого я достойна. Хотя знал, что я отдыхаю в приличном отеле. Так получилось, что он работал со второй половины дня. Встречались мы преимущественно ночью после работы. Но и днем иногда до работы. В общении он был весьма скромнен. Никаких дифферамбов о любви он мне не пел, зубы не заговаривал. Мне иногда даже хотелось послушать, но нет. Общались на английском и немного через приводчик. То, что не понимали, так сказать. В общем, особо меня никак не развлекало. Место там глухое. Набережной нет. В основном люди так и не гуляли нигде мы. Пили кофе в кафе около пляжа его отеля. Там кругом были сотрудники отеля, где он работал. К нам подсеяли как-то двое его друзей. Но мы не общались. Я только знала, что один из них это его очень хороший друг. Они общались между собой на турецком. О чем я могу только догадываться. А так днем я была на пляже. То экскурсии, то обед, ужин. А на работе график у меня не совпадали. В мини-маркетах, куда мы заходили. Иногда он что-то мне покупал по мелочи. Спрашивал, что бы я хотела. Где-то на седьмой день моего пребывания там он вдруг попросил у меня денег в долг. Сказал, что задерживают зарплату и что отдаст мне такого-то числа. Это число выпало на то время, когда я уже уеду домой. Смайлик. К слову, пока мы общались виртуально, он два раза уже просил денег в долг. Но я не соглашалась. Никогда. Мотивируя это тем, что так не стыдно тебе просить денег у девушки. Он, конечно, оправдывался, что ему неудобно просить у братьев и друзей. А мне он якобы доверяет. Конечно, родному брату неудобно не доверяет. А девушке в чужой стране, мало знакомых, он доверяет. Классика. Конечно, я понимала, что мне сейчас вдруг, мне сейчас врут в наглую. В общем, я отказывала. Я знала, что вы неоднократно поднимали эту тему своих видео и говорили, что это позор для турка занимать деньги у женщины. В этот раз он попросил 100 или хотя бы 50 долларов. Сказал, что совсем у него денег нет. Я сразу поняла, что человек обманывает, но решила проверить его навшивость и сказала, что могу одолжить ему меньшую сумму в 30. Он согласился, мы обговорили, как он будет возвращать их мне. Забегая вперед, скажу, что, конечно, ничего не вернул. И я жалею не о деньгах, а о том, что лишний раз подтвердилась его лживая натура. Решил таким способом хоть немножко компенсировать свои мега-расходы на меня. Ну что ж, наступил день моего отъезда. Мы встретились, меня охватили эмоции, я не могла содержать слез, несмотря ни на что расставаться тогда не хотелось. У меня была надежда, я плакала, он курил и тоже ничего не мог толком сказать. Да, нечего было ему и мне и говорить. Он почти никак меня не поддерживал, не сказал ничего о будущем, только говорил, не плачь, я тебя люблю. Когда мы разошлись, мне уже надо было вскоре ехать в аэропорт. Он написал мне что-то, что у него все слова застряли в горле, он не мог ничего сказать многоточие. Меня накрыла депрессия, он был на связи, но мы созванивались один раз, а потом у него появился график. Он стал работать без выходных, так как в конце сезона многие разъехались, персонала не хватало. Может быть это правда, но он писал каждый день, хотя бы просто узнать, как дела. Со временем все меньше и меньше, списывал на дикую усталость. Я обижалась, говорила, что мы совсем стали мало общаться, что мне все понятно. Он говорил, что он очень много работает, поэтому вот так вот все. Потом он уехал домой. В этот момент я заболела и попала в больницу. Он писал мне ровно два дня по приезду, как будто сразу после возвращения домой он стал работать, опять заниматься своими грузоперевозками. Присылал видео, как куда-то едет. Опять дал понять, что он занят. Один звонок, всего один звонок за два месяца, как я вернулась оттуда. Сейчас он занят, все больше. Мы ругались, мы не ругались, ничего не выясняли. Меня просто в очередной раз, видимо, предали, когда я наиболее нуждалась в его поддержке, ведь много от него не требовалось. Человек просто слился. Блин, а что вы ждали? Я не могу даже до конца дочитывать, молчать. Что вы ждали? Чувак хотел просто близости. Ничего, вот этих меня просто кинули. До вас кинули уже пять раз. Двух рук не хватит. Пересчитай, сколько от него всего было. Почему вы продолжаете чего-то от него ждать? Он уже себя запатентовал со всех сторон, как не лучшего вообще героя этого романа. Чего вы дальше от него ждете? Почему вы думаете, что он в один момент изменится, когда уже десять раз человек показал себя с плохой стороны? Почему он должен внезапно стать хорошим или сделать то, что вы ждете что-то хорошее для вас? Не будет он, как он был, простите, говном внутри. Так он ему и остается. Чего ему стать хорошим в одной части? Конечно, меня накрывает снова и снова от обиды и боли. Всплывают все воспоминания плохие и хорошие. Оглядываясь назад, вспоминая все, я поняла, что тревожных звоночков было очень много. Я давала шанс человеку напрасно, оставшись снова брошенной. Вот здесь проблема ваша личная. Меня снова бросили. На самом деле, это триггер, который у вас срабатывает раньше, про оставление вас. Это жертвенная история. Много раз я подумывала и хотела написать ему все, что я о нем думаю, но сдерживаю себя. Но также понимаю, что он может по легкости вернуться внезапно, как когда-то год назад. И как ни в чем не бывало спросить, как дела. Не дай бог, я снова подамся его игре в силу своей мягкости. Он всегда говорил, что у меня мягкое сердце, в отличие от его. Понимаю ведь, что в этом есть доля правды. Вот такая история с нелепым концом. Я, конечно, еще верю, что есть другие женщины, более честные, ответственные, но сомневаюсь, что смогу и дальше доверять кому-то свое сердце. Хочется закрыть его навсегда и больше никогда туда никого не впускать. А давайте договоримся сразу, что вы будете впускать нормальных, адекватных мужиков, не которые сразу врут, хотят от вас секса, просят у вас денег занять. Вот это колокольчики, которые вы не замечали, флажки называют еще это. Давайте договоримся, вы закройте сердце, ради бога ваш выбор. Но давайте закрывать от вот таких, не от всех подряд. Если вы встречаете, точнее, не встречаете, вы ведетесь на вот таких подлецов, негодяев, лгунов, так не давайте им шансы. Вообще не слышите своих желаний. Вообще. Вам чуть-чуть поманили морковкой, вам чуть-чуть ручкой помахали, вам чуть-чуть внимания оказали, смс-ку написали, вот она я. Вам жесткая нехватка внимания. Вас подкупает вот это. Поэтому любые принципы, которые вы изначально были в отношениях, вы их тут же перекрываете, о них забываете. Не надо тут опять дальше жертву включать. Я сердце свое закрою от всех. Ну и что вы получите от этого в итоге? Ничего, вы будете одна и будете дальше страдать. Так вам пострадать надо или счастливой жизни вам хочется? Мне кажется, второе счастливой жизни. Сейчас дальше продолжим. Почему они с нами так поступают? Интересно ваше мнение по моей истории. Права ли я, что я думаю о том, что изначально все было игрой? Ну зачем, неужели оно того стоит? Да, игрой он наделся снять вас с бабки. Секса хотел легкого, безответственного. Это было видно с самого начала. Зачем это нужно было? Да у него не одна, у него таких много. Кто-то 100 баксов приживет, потом где-то 50, еще что-то. Чувак поживет по потребностям здесь и сейчас. Ему так кайфово, ему нравится. Он здесь самооценку поднимает тем самым. Почему они с нами так поступают? Кто они? Подлецы с нами, с кем с нами? С тем, кто хочет во все верить и сидеть лапшу на уши, позволяет себе надевать. Это все, что произошло, вашими руками сделано. Вы все это разрешили по отношению к себе. Потому что вы себя не любите, вы позволяете к себе плохо относиться. Вам делают больно, вам делают неприятно. Какие-то неприемлемые жесты настаивают на сексе и так далее. Манипулируют вами. Вы это позволяете делать. Так что то, что произошло, не надо быть жертвой. Они все такие плохие, с нами так поступают. Я беру ответственность за эту ситуацию. Я позволила этому мужчине так к себе поступать. Если бы я не хотела этого, я бы сразу это прекратила. То, что мне не нравится и не хочется. Это я позволила залезть мне в душ и все это натворить. Я тоже в этом участвовала. Я бы не сказала, что у нас таких прям красавчиков-турков, на которых западает много девушек. Крайне обычный, но себя много строит. Я понимаю, что нужно сохранять достоинство, не тратить на него свое время, эмоции, но где-то в глубине души еще есть огонечек. Какой-то глупой надежды. Я не знаю, как ее выбить из себя, как забыть и начать жить дальше. Мне и стыдно, и обидно за себя. Вообще не знаю, как я могла повестись. Ведь в первый день знакомства было все и так понятно, что человеку нужно. Сейчас мне очень больно, чувствую себя использованно. Я чувствую, что стало сложно жить даже в быту. Так. Так, смотрите. Вы жертва по жизни от своих родителей. Сто процентов. Тут, как говорится, гадалки не ходи. Первое, что скажу. Вы продолжаете быть жертвой, потому что вы в абьюзивных отношениях, скандальных со своей мамой, продолжаете с ней жить. Мужчина, то, что у вас произошел этот роман, это была ваша попытка поднять себе самооценку, быть кому-то, нужно получить любовь, безуспешно, и вами попользовались, как вы всегда говорите, в очередной раз, использовали эти все термины, слова, потому что вы то же самое чувствуете по отношению к своим родителям на самом деле. Когда вы написали, была прекрасная, полная семья, вот 15 лет назад не стала папа, а вот с мамой, они вообще у меня на самом деле были-то такие доминирующие родители, строгие, категоричные. Дело не важно, полная семья или нет, важны отношения в семье. Семья может быть не полной, но могут быть хорошие отношения у родителей между собой, папа там с другой уже, например, семью или мама уже за другого, там отчим у вас появился, например, новая семья. Но отношения не важно, полная семья или нет, важно отношения людей. Можно быть не в полной семье, редко видится или там раз в неделю, или еще там как-то такие условия, но прекрасно общаться, это будет нормальный, комплексно, хорошо выращенный ребенок, в том плане морально не пострадавший. Это от родителей, от климата, микроклимата взаимоотношений зависит. Неважно, полная семья или нет, я миллион раз говорю, можно быть в полной семье, с двумя родителями, несчастным, одиноким, забитым, уничтоженным, быть жертвой, пожалуйста. Так что, короче, если вы, уважаемый аноним, готовы все поменять, пожалуйста, у меня конкретно, вот вы не заплатили за консультацию психолога, я вам сразу говорю, что надо делать. Первое. Расставаться с вашей мамой. Она, скорее всего, манипулятор, она вами манипулирует, спускает на вас свои, в общем, эмоции, негодование, обиды пожизненные и все прочее, прочее, претензии всякие, вы для этого нужны рядышком с собой, в том числе. Если вы жертва нереальная, не можете с мамой расстаться, бегите, снимайте квартиру, комнату, захолустную, бабушкиным сервантом, все, что угодно, только не рядом с мамой живем. Переставайте быть жертвой. Первый, скажем так, шаг не быть жертвой, разорвать эти отношения. Первый ваш абьюзер, это ваша мама сейчас. Отделяемся, насильственно, максимально сепарируемся от мамы. Пока вы рядом с мамой, вы будете жертвой, будете собирать вот этих всех ужасных мужиков, давать всем пятый, десятый шансы и так далее. Рвем вон там сначала. Разъехались с мамой, платим, не знаю, за комнату, например, не заколкать, снимайте комнату, что-то делайте, пожалуйста. Пока я сижу на попе ровно и испытываю конфликты со своей мамой, я только погружаюсь в это состояние. Когда я внизу на комфорта отъехала, сепарировалась от своей мамы-абьюзера, может вам это неприятно слышать слово безырно, блин, мне другое почему-то вот не идет, да, на язык. В общем, нет с мамой конфликтов, живем раздельно, у меня нет уже столько комфорта и удобства, например, много кушать. Вы говорите, у меня были проблемы с весом, всегда я такая, на любителя. Начните любить себя, займитесь собой, меньше кушать, больше заниматься спортом. Если у вас останутся деньги, потому что вы снимаете жилье, это затратно и так далее, идите к психологу. Вам надо начинать заниматься собой. Нет денег на психолога, не проблема. Первый шаг, разъезжаемся с мамой, мы продолжаем общение, мы ходим друг к другу в гости, но мы не живем в одной квартире. Второе, я занимаюсь спортом, даже не в спортклубе, просто хожу, гуляю, что-то делаю. Третье, я живу по своим желаниям. Нравится, как мне относятся, я выписываю список, как ко мне должен относиться мужчина, как ко мне должны относиться друзья, там, мама, как правило общения со мной для окружающих. И общаюсь с людьми сугубо через этот список. Если кто-то не соответствует моему списку, ну, что делать, не то, что мне нравится. Парня, я вычеркиваю, перестаю с ним общаться. Мама, я ей об этом говорю, мне не нравится, как ты со мной говоришь, мне не нравится, там, то-то, то-то. Я имею право об этом заявить. Личную границу выставить. Мама не слушает, игнорирует или ругается. Я говорю, мам, когда будешь нормально говорить, мы с тобой, кладу сейчас трубку, мы с тобой созвонимся, когда ты будешь готова, нормально общаться, кладу трубку. Выстраиваем личные границы. Только разрешаю, только разрешаю с собой общаться так, как я хочу на моих условиях. Это база, самая базовая, она и базишная. Выстраивание самооценки, контактов, поднятия своей самооценки, самооценки и самоуважения к себе. Станьте независимой. Пока вы сидите у мамы за пазухой, пока вы с ней ругаетесь или вас абьюзит, все, что у вас, все это будет повторяться во всем везде, с друзьями, с мужчинами и всем прочим. Вы для себя просто решите, я хочу продолжать быть жертвой и ныть, и страдать, и болеть. Я уверена, у вас куча психосоматических болячек сейчас есть. И жалеть себя продолжать. Или я готова взяться за себя и поменять свою жизнь, потому что мне сейчас 37 лет, у меня еще полжизни с лишним впереди, я могу это прожить счастливо и могу стать вообще другим человеком. Подумайте, чего вы хотите. И принимите правильное решение. Можете написать в ваши комментарии, подписчики, что вы думаете, посоветуете что-то человеку, были ли вы в таких ситуациях, возможно. Так что, что в ваших комментариях, она тоже девушка. Я вас очень поддерживаю. Я вам честно скажу, выбирайте правую сторону с ангелочком, поменяйте свою жизнь, живете здесь и сейчас. Ничего не боимся, все меняем. Все в ваших силах. Вы просто в своих силах не знаете еще. Только начните. Да, сначала будет трудно, потом все получится. В общем, спасибо за внимание. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту для психологического консультирования. Если вам нужна консультация, напишите на почту консультации, я вам отвечу. Мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание. Всем пока.